Приход христианства на Русь. Премьера первой серии цикла документального кино «Богоискание славянских народов» собрала более тысячи зрителей из США, России и Украины. В день 1025-летия крещения Руси в церкви Дом Хлеба встретились представители разных народов конфессии, чтобы подчеркнуть единство своих христианских корней. Мы не инопланетяне, мы не с Луны свалились, у нас есть история, у нас есть корни. Мы можем сказать, о, это не наши корни, это там православные корни, греческая философия. Может и так, может и так, но мы как ребенок, мы в утробе выздреваем. Или вы хотите сказать, что мы сегодня само совершенство? Нам больше некуда развиваться? Это высшей формой гордыни. Мы еще далеки от того образа, который Христос о нас замыслил. Потому церковь, я верю, в историческом масштабе, она непрестанно реформируется. Так замысил Бог. Работа над фильмом ушла более четырех лет. За это время были отсняты сотни часов видео. Своим взглядом на христианскую историю делились общественные деятели, политики, историки, диссиденты, правозащитники. Всего 60 человек. В том числе первый президент Украины Леонид Кравчук и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Окунуться в атмосферу тысячелетней давности помогли кадры исторической реконструкции, в которой принимали участие профессиональные актеры и обычные прихожане церквей. Когда на пробе говорит, у вас очень красивое лицо, и мы вас хотим снимать со спины. Я просто был немножко в шоке. Но это так, шутка. А вообще, это проект очень серьезный, и я думаю, он сделает большую работу. Самые светлые эмоции те, что было на Руси привезено Кириллом и Мефодием. Вот это все христианство, и слава Богу, мы тоже христиане. Вот это самое главное для нас. Среди гостей премьеры была почетной генеральной консулы России в США Наталья Оуэн. Она считает, что этот фильм призван сблизить народы. Когда мы читаем «Отче наш», мы же не говорим «Отче мой», мы говорим «Отче наш». То есть Бог у всех один. Поэтому вот такой фильм, он может объединить все христиан, весь христианский мир. Потому что он очень правдивый, он очень красивый, он очень искренний. Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы он был не просто мостиком, а стал таким, знаете, каким-то ключом к пониманию между нами. Между Америкой и Россией? Между Америкой и Россией. Мы же все равно русские. Можно нас из России вывести, да, но нельзя Россию из нас. Работа над фильмом продолжается. Всего планируется создать 7-10 серий, которые затронут страницы истории от царской России до наших дней. Главную оценку работе съемочной команды христианской медиа-студии «Угол» поставили зрители. Впечатления самые хорошие, очень приятные, просто столько эмоций, очень много информации. Фильм, конечно, потрясающий. Во-первых, необычно очень режиссура. Это хорошая попытка посмотреть наши исторические корни, такое желание показать, откуда мы и что мы есть. Вообще очень много нового. Очень много. Я думаю, что фильм удался на все 100%. Кто не знает своей историей и не интересуется, тот не имеет будущего. Можно сказать, что фильм «Богоискание славянских народов» уже в прокате. Всем заинтересованным церквям и миссиям авторы предоставляют право показа. На начало премьеры поступило 16 заявок из трех стран мира. А это значит, что тема «Крещение Руси» спустя 1025 лет остается актуальной. А также то, что «Богоискание славянских народов» продолжается. Алексей Боровских, Андрей Цушко, Сакраменто, Соединенные Штаты.